Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Sirikanyan Family. Во-первых, очень сильно хотим поздравить всех с наступающими праздниками, но особо распыляться на поздравления не буду, так как именно с честь этого мы в субботу выходим в прямой эфир, куда мы всех вас и приглашаем, чтобы мы могли вживую друг друга поздравить, мы могли вживую почитать ваши поздравления и просто подарить друг другу эмоции, улыбки, счастье и всё-всё самое хорошее, что у нас есть. В общем, вы поняли, главную цель, которую я преследую, ведя эти свои такие мини-блоги, именно быть полезной. Мне хочется что-то такое нести в мир, то, что кому-то поможет, то, что кому-то, я не знаю, может быть, улыбочку какую-то, хоть на 5 минут, на минуточку, на секундочку, на лице о чём-то нарисует улыбочку или сделает для кого-то что-то доброе и приятное, я уже буду счастлива, верите? Вот мне хочется что-то такое творить, я пока не нашла, может быть, что я могу делать для мира такого. Но желание моё не угаснет, пока всё-таки я и не найду какие-то ячейки, где можно делать, творить и приносить что-то хорошее в этот мир. И ещё, ребятки, моя одна из таких очень важных целей — это заводить друзей, знакомиться, общаться. Близких людей много не бывает, вы сами знаете. Хороших людей много не бывает. Вот вы сами видите, как мы вообще с первого дня, как мы начали вести свой блог, как мы отвечаем на комментарии. То есть мне реально не зазорно, мне в кайф, мне очень приятно, когда вы пишете. Я с удовольствием с вами, ну там, подискусирую на какие-то темы, с удовольствием вас отблагодарю за приятные слова, с удовольствием всё читаю. То есть, ну, это, конечно, удивительно. Когда-то мы с мужем разговаривали на эту тему, он говорит, прикинь, какие люди пишут комментарии, типа, ну вот такие. Это же надо сесть, найти время, ну, типа, потратить его на то, чтобы нам, кому, кто мы такие, по сути, ну, нам пишут такие комменты, и это очень радовало. Он говорит, ты представь, я за своих, там, 35 лет никогда в жизни никому не написал комментарий. Даже из друзей, даже из близких людей, типа, да, посмотрел, поставил лайк, но я не писал, типа, я даже не думал, что это имеет, ну, такое значение, что кому-то это будет важно, что это будет кто-то читать. А я читаю, я то, что самое такое интересное, то, что очень приятное, то, что или очень смешное, или даже очень плохое. Я иду ему, читаю, потому что, ну, у него на это времени нет. Этим занимаюсь я, я читаю, говорю, представь, вот что люди написали. Он говорит, блин, ну да, это, ну, это, мы это обсуждаем потом. Вот любой ваш коммент, если он такой прям, ну, практически любой, не скажу, что любой, есть много таких, на которые я отвечаю, я сама там с удовольствием с человеком пообщаюсь, но я не иду там, каждый этот комментарий, не бегу ему, не доношу. А вот то, что типа меня очень сильно либо будоражит, либо наоборот очень приятно, что я счастлива от этих слов, которые я от вас получаю. Я иду и это читаю там. А есть одни и те же люди, которые пишут, вот на каждое видео пишут прекрасные, классные, теплые слова. И я прям говорю, я вот знаю этих людей уже по именам. Я говорю, представь, вот они нас постоянно смотрят, и они каждый раз нам пишут, типа приятности, они не ленятся, им несложно это сделать. То есть насколько это какие-то уже такие преданные друзья появляются, и это так заводит, друзья. Вот я вам не могу передать. Я лично, ну, очень радуюсь. На седьмом мне опять счастье. Поэтому я с удовольствием, и я, и мой муж, мы с удовольствием будем с вами дружить, общаться. Если это будет как-то перерастать в какие-то возможные встречи в реале, тоже мы всегда за. Мы очень открыты к любым знакомствам, к любым общениям. Особенно, если это добрые, хорошие, позитивные люди, то вообще мы вот так всех забираем, нам все нужны. Так что пишите обязательно. Я от этого кайфую, и низкий вам уклон за это. Я буду с удовольствием вам отвечать всегда, и все свое внимание буду тоже вам дарить в ответ на ваши. И это абсолютно вне зависимости от вашего возраста, от вашего пола. Поверьте, у меня, когда я работала, у меня были клиентки, которым было 60+, и это были мои такие близкие подружки, вы просто не представляете. Мы реально с ними общались на равных, и я думаю, им со мной было интересно там по какому-то ряду причин, потому что я там молодая, я несу там что-то позитивное всегда, я всегда в прекрасном настроении, я никогда никому плохого старалась не говорить, это прям, ну совсем мне должно было быть плохо на душе, чтобы я сказала, ой, сегодня вот так вот типа. А так я никогда не признавалась, я опять же, наверное, ну в душе такая моя психология, что я считаю, что мои проблемы особо никому не нужны, и это должны быть уж такие прям совсем-совсем близкие люди, ну которые, наверное, как мама и сестра, просто ближе нет. И то я и маме, и сестре тоже никогда стараюсь не говорить чего-то, что у меня что-то не так, особенно, когда я далеко, а я последние 10 лет жила от своей семьи далеко, и представьте, где-то я за тысячи километров, и я там говорю маме, ой, у меня плохое настроение, потому что что-то, что-то не так, это же ее сердечко вообще будет разрываться. Ну, короче, я такого никогда не допущу, я всегда говорила родителям, что у меня все прекрасно, вот даже если бы тут вот такой вот комок просто сидит, я все равно взяла трубку, сказала мамуля, все хорошо, бегу на работу, столько дел туда-сюда, говорить не могу, чтобы вот не спалиться, чтобы вот эти эмоции не показать своему близкому человеку, и лучше этот разговор закончить. Боже, я опять начала за одно, за другое, за десятое. В общем, к чему я веду, что мы готовы и открыты абсолютно к любому общению, к любой дружбе, к любым возрастам. Кстати, у нас есть подписчики, которые, я реально не понимаю, там мужчина или там женщина, то есть там нет у них ни картинки, ни фотки, и подписано как-то, типа, ну, не женское, не мужское имя, какой-то набор слов или одно слово, типа, ты не понимаешь, и мне как-то неловко спрашивать, а вы кто, типа, там, ну, представьтесь, вы мужчина или вы женщина, там, сколько вам лет? И, по сути, мне, наверное, это не так уж интересно, сколько человеку лет, если я вижу, что, ну, он приятен, он нормальный, он адекватен, он классный, пишет хорошие, нормальные комменты, даже если они какие-то, может быть, не совпадают с моим мнением, но они адекватные, они просто нормальные, живые, человеческие комменты, всё, я с удовольствием общаюсь, и это тоже приносит массу удовольствия, то есть даже не зная человека, кто там вообще по ту сторону экрана, всё равно от этого ты получаешь удовольствие, и я, соответственно, тоже пытаюсь отвечать так, чтобы человеку было приятно прочитать то, что я ему ответила. Так что, ребята, вот такие вот дела, всё, я уже, короче, сегодня наговорилась от души, кстати, когда приходит муженёк, ещё я не договорила, помните этот прикол, когда приходит муженёк с тренировки, он же по три часа тренируется, ещё дорога туда-обратная, и он приходит такой уже выжатый, он хочет в тишине покоя и сесть и поделать свою работу в компьютере, но я же соскучилась, я же всё это время была одна, без общения, без какого-то там физического труда, ну, я поделала там домашние дела, но всё равно я не выговорилась, и я такая, он приходит, и я там, то-то-то, то-то-то, начинаю что-то рассказывать, болтать, говорить, он такой, ты хочешь болтать, да, может, через полчаса, я говорю, нет, давай сейчас, давай сейчас, мне так скучно, так что, спасибо вам огромное, теперь у меня есть вы, если вы классно поддержите вот эту мою рубрику, если будет много от вас актива и обратной связи, я обещаю, я буду с вами вот так болтать, буду выговариваться, это будет плюс моему мужу, плюс мне, потому что я буду освобождена от своих эмоций, это будет плюс нашему каналу, ну и я надеюсь всем вам, я тоже думаю, что всё, что я вот сейчас делаю, я думаю, что вам это приятно, и вам это тоже, ну, какую-то улыбочку хотя бы даёт. А у меня тут уже начался праздничный, новогодний маньюр, подготовка полным ходом, я себе сделала такой слегка с блёсточками, такой полупрозрачный, в общем с блёсточками, почему? Потому что девочкам на заметку, кстати, хорошо, что вспомнила, надо делать в этом году, кто в это верит, конечно, кто не верит, можете не делать себе, делайте, какой любите, и всё, не слушайте меня. В общем, в двадцать четвёртом году для успехов, удачи, и там для своих заморочек надо делать все оттенки зелёного, красный, белый, либо золотистый, или серебристый. Всё, из этих пяти цветов выбирайте, делайте, и всё, вы самое успешное, самое лучшее, красивое весь год будете. Это я вам говорю. Я волосы хочу, чир-чир-чир-чир. О, не могу смотреть на эту красоту. Ну, серьёзно, нормально. Я слеп. Я слепой. Я ничего не вижу. Давай не чути, посмотри серьёзно. Можно поцеловать эти блёстки. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Просто я не могу. Не хочу я вообще так жить. Это слишком для меня. Это очень красиво, да? Тебе понравилось? Ты же любишь блёстки. Всё, порадовалась? Иди снимай блёстки.